Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Во-первых, все-таки 25 терминалов, 25 тысяч терминалов и миллионов долларов, это была все-таки условность. Необходимо взвесить, нужно ли вам 25 тысяч или, например, 24 или 15. Но речь идет как раз именно о большом количестве, чтобы сделать управление войск, так сказать, сентября. Это первый аспект. Второй аспект по поводу дронов, но это тоже необходимо взвесить. Этот миллион может превратиться в 900 тысяч, но речь идет о таких порядках, чтобы вы понимали. Второй момент. Учитывая полублокадное положение Армении, которое при определенных обстоятельствах, если на Грузию надавят и в Иране произойдет что-нибудь, тоже может превратиться в блокадное. Поэтому необходимо иметь значительные запасы вооружений, а еще лучше целый ряд вещей производить самостоятельно. Соответственно, для того, чтобы их производить, необходимо иметь технологии. В данном случае, например, парковой завод. То есть, если вы научились выращивать лен или хлопок, но у вас нет соответствующих технологий, то вы порох сделать не сможете. Поэтому я имел в виду, что для того, чтобы под эти дроны подвешивать гранаты, надо иметь пороха. Вот. Я из этого исходил. А по поводу того, как это поможет Армении, ну посмотрите, как это помогло Украине, когда началась специальная военная операция. Потому что, грубо говоря, эти самые западные вооружения в значительном количестве пришли где-то примерно через полгода. А первые полгода они отбивались, в том числе и с помощью дронов. Мне это кажется абсолютно самоочевидной вещью. На протяжении, там, я не знаю, 20 лет после образования Азербайджана как независимого государства, и Украина была одним из основных поставщиков туда вооружений. И даже когда они уже могли себе позволить дорогие вооружения покупать в Турции, в Израиле, они все равно продолжали покупать, условно говоря, устаревшие плохого качества вооружения, потому что эти страны являются союзниками. Естественно, сейчас, когда Украина воюет, она ничего туда не поставляет. Вполне возможно, она сейчас, наоборот, забирает у Азербайджана те вооружения, которые она когда-то ему продала. Именно потому, что Украина является союзником Азербайджана, и Азербайджан является союзником Украины, армянам не стоит бояться какого-то, так сказать, катастрофического сближения с Россией, с Азербайджаном. То есть есть, скажем так, какие-то экономические интересы, особенно сейчас, когда Россия, так сказать, просела на фоне проведения СВО. Но Россия всегда будет относиться с подозрением к тем, кто сотрудничал с Украиной в военной области, военной и военно-технической области. В конце концов, не Армения же была членом и основателем вот этого антирусского. Гуан, Гуан. Грузия, Украина, Молдавия, Азербайджан. Ну, учитывая, что у Азербайджана есть военно-промышленный комплекс, который в том числе активно предлагает свои, это самое, как это называется, свои вооружения на мировой рынок, исключить того, что он поставляет на Украину нельзя, но мне, к сожалению или к счастью, об этом неизвестно. Поэтому, так сказать, инсимулировать я не буду. Армянская диаспора ведет борьбу все время против Турции, турецкого влияния. Особенность это просматривается по работе армянской диаспоры по Франции и в Соединенных Штатах Америки, в облигающей группировке по выставлению проблем Турции. Армянская диаспора достаточно активна здесь. Это первый момент. Второе, Турция убеждена, что внешнюю политику Пашиняна формирует не столько сам Ереван, сколько влияние армянской диаспоры. И в этом усматривается, кстати говоря, направление на создание проблем в отношении с Россией. Они усматривают, хотя армянская диаспора не столь однозначна, но тем не менее, все же Пашиняна последними поездками в Париж и так далее демонстрирует, что он все же во многом действительно присутствует и голосу диаспоры. Турция это видит, и отсюда такая реакция. Что-то делает какой-то богатого рейтинга, но сказать, что-то направляет. Они пытаются чужими руками действовать. А надо сами действовать. Раз вы ведете такую крупную игру, надо действовать самостоятельно, более активно. Другой выход был бы, если бы они сделали из Армении Капказский Париж, бросили сюда сигнования, что называется. Просто оказать помощь. Запад выделяет бешеные деньги на войну на Украине, и тогда несколько миллиардов долларов бросить, так называемую, помощь маршала Армении, и Армения стала бы цветущим садиком. Армянский вопрос не только в Баку. Армянский вопрос существует в отношениях с Турцией и Западом. Проблема геноцида не снята в широком контексте 2015 года. Да, это целая история, как Армения боролась за признание, оптимировала признание геноцида. По сравнению с этим, так называемая Арабахская проблема, и не армяна, азербайджанское отношение является вторичным. Вопрос нормализации отношений с любым государством региона всегда актуален, на самом деле. Независимо от того, Армения и Турция, Армения и Азербайджан, или Армения и какую-то другую региону государства. Турция сильный игрок, обладающий материальным и нематериальным влиянием в регионе. Конечно, несмотря на различные позиции по целому виду вопросов, с Турцией, конечно, хорошо бы в Армении иметь плотное отношение. Со всех сторон полезно. И в парадигме отношений с Азербайджаном, и в парадигме отношений с Россией, с другими окружающими игроками. Так что тут даже вопросов быть не может. Интересанты есть всегда, на самом деле, даже если их никто не просит. У нас как бы сейчас такая уже традиционная штука, которая называется жизненные интересы государств, которые находятся далеко от региона. Но почему-то считают, что именно в этом регионе у них сконцентрированы жизненные интересы. Касается не только Соединенных Штатов, но и целый ряд других стран. Интересанты есть, конечно. Я думаю, что, кстати, в плане наполизации отношений между Арменией и Турцией, как ни странно, скорее всего, интересы США и России здесь могут совпадать. Потому что для России это важный аспект сохранения своего присутствия в регионе через рабочие отношения с Турцией в том числе. Для Соединенных Штатов это тоже усиление его влияния с точки зрения того, что Турция, точнее, будет членом НАТО, несмотря на различные непростые отношения с Соединенными Штатами, все равно считается союзником США в регионе. Поэтому тут как бы и та, и другая, и другие внешние акторы, они имеют более-менее схожий интерес. Я думаю, в этом вопросе как бы здесь даже не речь о Турции, о Бардагане, которая умудряется, в общем-то, что называется, играть оба команды и достаточно эффективно. Что бы кто бы ни говорил, но для Турции, конечно, очень выгодно конфликт армяно-азербайджанский довести до полного разрешения. Ну, потому что в мирной обстановке намного легче и эффективнее укреплять свои позиции в регионе. Только из-за этого. Ну, смотрите, сегодня Анкара в регионе в основном действует через Азербайджан. Ну, то есть парадигме тюркского мира. Если удастся, Анкарах, кстати, настойчиво к этому стремиться уже не первый год, достаточно плотно укрепить и нормализовать отношения с Арменией, не нормализовать, а укрепить и развить их в Крымском царе, то у Анкара появится еще один инструмент для как бы эволюции своей позиции в регионе. Не только через парадигму тюркского мира, но и через взаимоотношения с страной, с государством, которое к этому тюркскому миру не приближится, это серьезное усиление.